Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Стартовал чемпионат России по мотоболу 2023 года. Первая игра показывает то, что ребята все настроены, играть коллективно никто не будет в филониск. В музей-заповедник Егор Келенинский внедрён образовательный проект, который получил название «Арт-резиденция». Изначально наша цель показать художникам театра, будущим художникам театра, что они могут быть ещё и участниками общепудожественного процесса. Развилковская школа преподнесла икону в дар храму святого преподобного Иосифа Володского. Издревле профессиональные сообщества каким-то образом воздавали свою благодарность Богу. В Ленинском городском округе стартовал чемпионат России по мотоболу 2023 года. Торжественное открытие сезона состоялось на стадионе «Металлург». В первой домашней игре видновская команда встретилась с кировцем из Краснодарского края. О неожиданных изменениях в составе «Металлурга» и об итогах матча в репортаже Юлии Погасьян. Стадион «Металлург» полон. Болельщики явно соскучились по мотоболу. Поддержать любимую команду пришли сотни человек. Среди них советник главы администрации Ленинского городского округа Моисей Шамаилов, который торжественно открыл чемпионат России 2023 года. По поручению главы администрации Ленинского городского округа Алексея Федоровича Классова я приветствую всех спортсменов, желаю в этом сезоне удачи и надеюсь, что победитель сильнейший, а кто сильнейший, мы знаем, кто! Грунте! Правильно, «Металлург». Кажется, болельщики уже свыклись с мыслью, что этот сезон «Металлург» проведет без легендарного игрока Антона Гусева. Как на открытии чемпионата их ожидала еще одна новость. Большой спорт покидает капитан команды Владимир Сосницкий. Говорят, скупая мужская слеза, но это трогательный и в то же время грустный момент, никого не оставил равнодушным. Об уходе такого корифея, как Владимир Сосницкий, президент команды Валерий Нефантьев спокойно говорить не может. Мне действительно очень тяжело. Вообще вот за 50 лет у нас вот такой напряженной обстановки, то есть как-то была смена поколения, проходила как-то безболезненно, все было вовремя. А здесь как-то в этом году получилось, что и Гусев закончил, и Володя Сосницкий. Это, конечно, большая потеря для «Металлурга», но, слава богу, есть замена. Работа проделана большая, думаю, все-таки «Металлург» выгребет. Выгребим. Переживем благаду, переживем изобилие. А так тяжело, конечно. В «Металлурге» Владимир Сосницкий провел 34 года, а свой путь в большом спорте начинал в Полтавской области еще юношей. Отец Владимира был вортарем, так молодой игрок и попал в мотобол. С 92-го года играл в сборной России, был ее капитаном, 20 раз становился золотым призером чемпионата Европы. У меня всегда хорошие ноты останутся. Песня красивая начиналась и красиво заканчивается когда-то. В мотоболе я все увидел, все, что мог, завоевал. Я думаю, что этот вид спорта я недаром провел свое время. Ну, теперь у меня планы какие будут? С мотоболом не прощаться. Будем давать свое дарование другим. Учить, помогать, подсказывать. Пойди, что-то может и получится. Такие потрясения в самом начале сезона на время отвлекли болельщиков от стартовой игры чемпионата, в которой «Металлург» встретился с кировцем из станицы Полтавской Краснодарского края. Противник для видновчан пока слабенький. На первой минуте счет открыл Иван Крештопа. К слову, именно Иван принял у Владимира Сосницкого капитанскую повязку. Я к этому готов. Наша команда тоже готова. И первая игра показывает то, что ребята все настроены. Играть коллективно никто не будет в филоне, скажем так. Все готовятся. И у нас нет другого выхода. Впереди у «Металлурга» серия выездных игр в рамках Кубка России. А следующий домашний матч болельщиков ожидает 19 мая в 18.00. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В музее-заповеднике Горки-Ленинске стартовал образовательный проект, который получил название «Арт-резиденция». Первыми в нем приняли участие студенты Российского института театрального искусства. О сути нового проекта расскажет Максим Козлов. В зале научно-культурного центра «Мозговой штурм». В нем принимают участие студенты и преподаватели ГИТИСа, сотрудники музея-заповедника Горки-Ленинские, представители учреждений культуры Ленинского округа. Цель мероприятия – определить примерные векторы, по которым можно было бы развивать пространство музейного комплекса. Я тогда в ценности напишу культурная традиция и некоторая преемственность. Этот визит студентов Российского института театрального искусства – отправная точка образовательного проекта, который получил название «Арт-резиденция». В ходе него администрация музея-заповедника предоставляет помещение, инфраструктуру, разнообразную помощь тем, кто решит принять участие в развитии различных творческих направлений работы учреждения. Конечная цель очень простая – на самом деле сделать пространство музея точкой такого творческого кипения, точкой притока творческой молодежи, точкой притока современных художников, театралов, композиторов, музыкантов, людей разных творческих профессий. Программа расписана на три дня, а началось все с того, что группа студентов-художников, представляющих два факультета ГИТИСа – стенографии и режиссерский – познакомились с историей музея-заповедника. Многие сделали для себя первое открытие. Когда я сюда приехал, во-первых, не знал, что здесь усадьба замечательная, а в-третьих, здесь на самом деле истории гораздо больше, чем о Ленине. Здесь оказались какие-то захоронения, и киногородок, и вообще здесь парк, в котором гуляют жители. Еще одна цель мероприятия – художественное погружение в атмосферу подмосковной усадьбы, возможность почувствовать связь между прошлым и настоящим, чтобы в дальнейшем воплотить свои впечатления в жизнь с помощью проекта «Арт-резиденция». Будут постоянные резиденты, и сейчас мы договариваемся с Союзом уличных театров и ГИТИСом на текущий момент о постоянной резиденции. То есть можно приехать здесь, воспользоваться помещением в качестве мастерской, спроектировать что-то совместно со студентами, с художниками, архитекторами. В течение трех дней специалисты в области современного искусства проведут для студентов лекции и практикумы по внедрению произведений паблик-арта, лент-арта и художественных инсталляций в музейно-парковую среду. Для ГИТИСа это взаимовыгодное сотрудничество. Изначально наша цель – показать художникам театра, будущим художникам театра, что они могут быть еще и участниками общих художественного процесса, современного художественного процесса, выставочного процесса. Они могут участвовать в выставках, они могут делать объекты паблик-арта, чем, собственно говоря, мы и собираемся здесь заняться. Если этот опыт окажется удачным, студенты ГИТИСа приедут в Горки-Ленинске уже на более длительный срок, чтобы начать работу в арт-резиденции и создавать творческие объекты. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Участники Всероссийской конференции, посвященной изменениям в программе дошкольного образования, посетили детский сад номер 2 «Колобок» в микрорайоне Купеленка. Педагоги из разных городов нашей страны приехали в Ленинский городской округ для обмена опытом. Екатерина Борисова расскажет подробнее. Гостям – педагоги детского сада номер 2 «Колобок», что в микрорайоне Купеленка всегда рады. Тем более, если это коллеги. Члены ассоциации, руководители образовательных организаций съехали в столицу на Всероссийскую конференцию, посвященную изменениям федеральной образовательной программе дошкольного образования. На выездной день было запланировано посещение Ленинского городского округа. Мы выбираем любой детский сад. Конечно, тот, который как-то отличился, чем-то может поделиться. И, собственно, вывозим наших делегатов. Мы были и в Красногорске, мы были и в Долгопрудном. У нас много сегментов образовательных. То есть не только дошкольные организации. У нас есть сегменты по школам. Около 20 педагогов со всей России приехали в Купеленку для обмена опытом. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада номер 23 «Елочка» Мария Яковец, например, из города Большой Камень, Приморского края. Посмотреть, познакомиться с другим опытом работы, узнать что-то новое, полезное, интересное, перенять его и успешно реализовывать в своем регионе и в своем детском саду. Сотрудники детского сада «Колобок» рассказали коллегам, как они организуют психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, а также поделились своими наработками в области физического воспитания и дополнительного образования. Мы хотим окунуть наших гостей в мир робототехники, показать все инновационное оборудование, которое у нас имеется в детском саду и которое мы активно применяем в своей работе. Не обошлось и без музыкальных номеров, которые для гостей приготовили воспитанники детского сада. Затем участников конференции ждала небольшая экскурсия по двум корпусам учреждения. И педагогам было что показать, ведь в 2022 году «Колобок» стал победителем областного конкурса «Лучший детский сад Подмосковья». Воспитатели вместе с ребятами участвуют во многих федеральных проектах и продолжают внедрять в свою деятельность полезные новшества. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В поселке Володарского провели реконструкцию памятника и благоустройство на могиле Михаила Меркулова, человека, который своей судьбой повлиял на развитие поселка. Подробнее в нашем сюжете. История жизни Михаила Ивановича Меркулова неразрывно связана с поселком Володарского. Во многом именно благодаря ему поселок наравне с градообразующим предприятием, текстильной фабрикой, получил свое развитие и существует до сих пор. В 1934-м назначен был на нашу фабрику. И это была вторая пятилетка. Это для фабрики была реконструкция, года такие, когда он вводил новые производства кардные, потому что не хватало сырья, не было мощности, фабрика старая. В течение почти 20 лет Михаил Меркулов трудился на благо поселка Володарского. Во время его руководства фабрикой были построены жилые дома, школа и детский сад. В период Великой Отечественной войны руководил отрядами обороны. 16 октября фабрика 1941 года остановилась. И он руководил три батальона были. Все мобилизованы, оставшиеся, кто не на фронте, рыли окопы. Защищать Москву надо было. Ушли рабочие в народное ополчение, на других фронтах были. За свою деятельность Михаил Иванович был удостоен правительственных наград. Став председателем Володарского совета, продолжал развивать поселок, но, к сожалению, прожил он недолго. Его жизнь оборвалась в 1953 году в возрасте 58 лет. Сегодня при поддержке администрации округа жители поселка провели благоустройство на могиле своего земляка на местном кладбище и отдают ему дань памяти и уважения. Официальное открытие данного восстановленной могилы это такой момент подведения итогов работы, которая началась более двух лет назад и в сегодняшний момент должным образом доведена до конца. С момента смерти Михаила Меркулова прошло 70 лет. Живых родственников не осталось и могила находилась в заброшенном состоянии. Теперь жители поселка Володарского по мере своих сил смогут поддерживать место захоронения в должном виде. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрибкова. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Привет, Владимир. Да, у вас большое событие на территории вашего избирательного округа произошло, о чем мы только что посмотрели сюжет. Расскажите, как удалось реализовать этот проект? Ну, в общем-то, проекту бы не суждено было сбыться, если бы, конечно, в этом не принял участие в первую очередь глава нашего Ленинского городского округа Алексей Петрович Спасский. Мы поняли, что нам нужно взаимодействовать, показать, рассказать Алексею Петровичу. В общем-то, Совет ветеранов, его общественные и активные участники связались с Алексеем Петровичем, пригласили его на место. Он выехал в наш поселок, посмотрел это место захоронения Меркулова Михаила Ивановича. Мы ему рассказали историю об этом человеке. И он, конечно, сказал, что он готов поддержать этот проект. И вот только благодаря его усилиям, я считаю, что этот проект свершился. Сколько по времени это заняло? Потому что, общаясь с Еленой Владимировной Сорокиной, когда мы снимали этот сюжет, она сказала, что история длилась уже не первый год. Да, в общем-то, я вот сейчас точно не скажу, сколько длился этот проект, но довольно долго. Пока мы обсуждали, пока искали это захоронение, потому что история об этом человеке в библиотеке музея хранилась давно. Искали захоронение, потом составляли текстовую часть проекта. Ну и, собственно говоря, около, я думаю, что около пяти лет не меньше эта история длилась. Какую роль заняла в этом Елена Владимировна Сорокина? Потому что она действительно рассказала столько про Михаила Ивановича, что в сюжет, конечно, все не вошло. Ну, Елене Владимировне вообще большущий поклон, низкий, потому что это наша живая энциклопедия, это наш краевед-мемуарист, она сейчас пишет книги об истории создания, об истории нашего поселка. И, конечно, у нее много информации о таких значимых жителях нашего поселка, и она знает историю и их родственников, и династии наших жителей, трудовые династии, конечно. И, в общем-то, Елена Владимировна, ну, не даром она всю жизнь работает в библиотеке, в музее и хранит эту историю, эти фонды. Мы ей за это очень признательны и благодарны. В тот момент, когда торжественно открывали новый памятник на могиле, там присутствовала молодежь, школьники местные. Планируется ли какое-то приобщение молодежи и рассказывать им в школе, может быть, на уроках о ваших земляках? – Разумеется. Так вот, эта вся работа и направлена именно на то, чтобы передавать из поколения в поколение. Собственно говоря, и преемственность этим, да, как бы осуществляется, заключается в том, чтобы нынешнее молодое поколение знали о подвигах наших земляков, знали историю наших героев. И, в общем-то, конечно же, будут проводиться и классные часы, и уроки мужества. Я надеюсь, что эта работа будет продолжаться и дальше, потому что есть еще у нас имена, которые мы хотим также широко осветить, и чтобы наша молодежь это знала и помнила. – Это касается также благоустройства их захоронений, или же просто какие-то, может быть, вечера, посвященные памяти героев? – Разумеется, теоретические и, в общем-то, вечера, посвященные памяти героев, и практические уроки – это выход на место, к местам захоронений, и, собственно говоря, отдать дань памяти нашим героям. Я думаю, что и теория, и практика будут совмещаться в нашей работе. – Большое спасибо за эту встречу, действительно большая работа. Желаю вам удачи, чтобы все продолжалось, и проект разрастался и дальше. – Спасибо. – Напомню, что у нас в гостях была депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Надежда Стрибкова. В год педагога и наставника Развилковская школа преподнесла икону в дар храму святого преподобного Иосифа Володского. Икона Божьей Матери «Прибавление ума» была создана монахами монастыря, получившими благословение на ее написание. Работа велась около полугода, и вот подарок от всех педагогов школы доставили в храм. Идею такого дара сотрудникам образовательного учреждения подсказали в другом храме святители Николая в селе Ермолино. – Там есть икона, которую подарили храму крестьяне в 1861 году, в год избавления крестьян от крепостного права. И вот идея вот эта, да, мы вдохновились вот этим подарком крестьян храму. Подумали, что мы тоже можем сделать такой подарок своему храму, который находится на территории поселка Развилка. Икона Божьей Матери «Прибавление ума» была выбрана не случайно. Ум – это такое многогранное понятие. Это не только энциклопедические знания, которые мы даем нашим детям, но это и житийская мудрость, это понятие доброты, семьи, счастья, радости, милосердия, взаимопомощи. В честь освящения иконы Богородицы «Прибавление ума» настоятель Иосифа Володского храма священник Петр Зорин совершил молебен. Освящается иконность и благодатью Святого Духа, окропление воды и Священной во имя Отца и Сыны, Святого Духа, Аминь. В издревле профессиональные сообщества каким-то образом воздавали свою благодарность Богу. Потому что все настоящие профессионалы понимают, насколько тонка та грань между тем, что ты делаешь что-то хорошо, и у тебя это получается. Бывает так, что ты вроде все сделал, но почему-то не получилось. И вот это почему-то, оно в руках Божьих. Уже в ближайшее время икона обретет свое место в храме, и каждый желающий сможет прийти к ней с молитвой. В этом году шествия Бессмертного полка не будет, но многие россияне готовились к нему, поэтому мы решили провести эту победную акцию на нашем телеканале. Если у вас есть свой герой, присылайте нам фотографии с указанием фамилии, имя, отчество вашего фронтовика на адрес электронной почты, видная, дефис.тв, собакамейл.ру, с пометкой «Бессмертный полк». 9 мая ваших героев, жители Ленинского округа, смогут увидеть на экранах своих телевизоров. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания.